Вот, кстати, да, Европа-то загнивает, прям как в Африке, специальный ГОП-мобиль, где роскошь, как этого не хватает у нас, чтобы он задумался, полуголые люди, русские туристы, это мы прямо так удачно посмотрели, итальянская жизнь, красота. Значит, мы в Генуе, узкие улочки, и не всегда приятно пахнет, кто-то привык, кто-то еще нет, я бы так сказал. Ну вот у нас дамы очень нежные оказались. Лена, пахнет? Как тебе Генуя, Лен? Пахнет. Тут жизнь в этих переулочках-то. Телефон есть, можно, если что, в скорую позвонить. Тут церковь, можно даже помолиться. А здесь, о, смотришь, какая-то сразу красота, голуби гуляют, и никого нет. Пойдем могилки посмотрим. Могилки. Красиво, человек, он открывает старую дверь. Мы вообще куда-то не туда, по-моему, вот это, да, справа? Да, и слева. Пойдем, вот налево, не пойдем. Пойдемте, гулять не будем стоять. Пойдем, пойдем. Пойдем. Мы пошли, пошли налево. В общем, это какой-то район с женщинами с пониженной социальной ответственностью, но они очень странные. Они очень странные ввиду своего возраста и характеристик. Они вот так вот стоят, и это действительно очень странно, потому что, ну потому что это странно. Во всех переулках стоят женщины с пониженной социальной ответственностью. Ну, главное, если не знать, то, наверное, ты и не подумаешь. Может быть, чуть-чуть странный наряд, может быть там еще что-то. Да, в общем, как-то совершенно случайно мы сюда попали. То есть мы не... Что бы мог подумать? Как это? Что бы мог подумать? Слушай, ну, обрати внимание, ни одной сколько-нибудь в кондиции, я бы сказал. Это какой-то совсем ретро. Вон отличные были все. Подожди, ты и одноклассниц увидел, или что? В общем, друзья, ищите в Гену и другие районы. Не, ну это мы удачно, смотри, это мы прямо так удачно посмотрели. Так, в общем, что, друзья, мы оценили все, можно сказать, прелести этого прекрасного района. И я могу вам сказать, что жизнь здесь бьет ключом. Здесь мужская часть, здесь уже простые работяги, которые возвращаются с работы, они уже здесь отдыхают. Здесь у нас детский сад. Детский сад, где можно оставить детей. А здесь сразу, а здесь опять жизнь. Вот здесь можно купить вкусные, действительно, вкусные помидоры и арбуз. А здесь можно сделать красивую прическу. Что интересно, то что весь этот разврат происходит не на одной какой-то конкретной улице, а целый квартал. И это еще день, это еще рано, я представляю, что здесь ночью творится. И по каждому день пустом был готов и кровь, и дом. Наконец-таки мы вырвались из этого разврата. И метро, да, в Генуе есть метрополитен. Для Феррари станция. Ну, собственно, это площадь Феррари. Смотри, какие красивые дома. Как тебе, Генуе? Почти вот так. А вот, смотри, как сэкономить на фасаде. Можно просто все раскрасить. Взяли и расписали все. Пойдем, Леночка, к фонтану. Здесь хоть все прилично. Просто посмотрите, какая везде красота. Ну, чудо, просто чудо. Ходишь и наслаждаешься этой красотой. Подъезд. Дверь потрясающая, такая высокая. Метров пять. И такой вот звоночек. На ночь? На ночь, да. Они закрываются, и она сразу сразу выходит. К сожалению, друзья, я не могу вам долго про Генуе рассказывать. Приезжайте все сами, смотрите. Один из крупнейших городов Италии. В агломерации полтора миллиона человек живет. Что есть в Генуе? В Генуе есть троллейбусы. В Генуе есть прекрасная архитектура. В Генуе есть проститутки. В Генуе есть крупнейший порт в Италии. Здесь вкусно, здесь красиво. Поэтому приезжайте. Я извиняюсь, что такое короткое видео про Генуе, но мало времени, нам пора ехать дальше. Сегодня в Генуе мы надолго не останавливаемся. Итак, мы в Сарцане. Сарцана, небольшой город, 22 тысячи человек населения. И знаменит он ничем. Здесь не произошло никогда ничего примечательного. Здесь нет никаких достопримечательностей. Город известный ничем. Сейчас будем изучать. Вот эта огромная площадь красивая. Башни красивые. Это же городская стена. Вот так вот была внесена. Здесь это фортес. Сюда можно залезть и сюда можно залезть. Ну все, пошли. А пиво? Пиво по дороге. А вот мы выходим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И вот мы дошли до конца. Это крепостная стена. И за воротами прекрасный средневековый итальянский городок. Это знаменитая крепость. Крепость в Сарцане. Здесь можно купить билет и попасть внутрь крепости. А здесь вот есть даже такое искусство на лавочках. А это уже мы идем по крепостной стене. И сейчас как раз будем проходить над воротами. На крепостной стене, кстати, сделали целую улицу. Как видно здесь растут деревья, ездят машины. И фактически получается второй уровень. Очень круто выглядит. Смотрите, даже видите, есть вот входы в дома. И это как раз вот те самые ворота. Которые немножечко изгадили различным стрит-артом. Там уже начинается такая одноэтажная сацана у нас. А это старый город. Вот то, что за стеной находится. Ну вот здесь довольно прикольное устройство. То есть получается не совсем стена. С одной стороны, конечно, крепостная стена. С другой стороны целая улица. Я такое вот не помню где видел. И такая вот везде красота. Старые домики, зеленые ставинки, деревья. А с этой стороны, смотрите, с этой стороны вот у нас стена. Все, это спуск со стены. И мы дальше возвращаемся в город. Город Парма на ваших экранах. Теперь я. Теперь опять Парма. Теперь опять я. И снова Парма. Итак, чем знаменита Парма? Парма знаменита тем, что здесь делают сыр пармезан, а также пармскую ветчину. Вот две главные кулинарные достопримечательности Пармы. Между прочим, один только Пармезан. Родной русскому сердцу до сих пор скучаем. Но много другой красоты. Дворцы, средневековые монастыри, площади. Все как полагается хорошему итальянскому городку. Сейчас пройдем по городу. Посмотрим, я здесь тоже первый раз. Поэтому будет интересно. А пока у нас здесь небольшой рыночек, где можно купить дешевое китайское барахло. Вот здесь русские туристы в полосатых шортах ходят. Что такое? Зачем тебе кепочка? Мне нужны опять шапки. Народ, кстати, довольно активно роется в этом. Это прям такое секонд-хендище по 3 евро. Вот, кстати, да, Европа-то загнивает. Все правильно говорят по Первому каналу. Вот можете представить, чтобы на Красной площади народ рылся в каких-то стиранных обносках? Нет. У нас люди могут себе позволить купить новую одежду. А в Парме на родине Пармезана повсюду рынки китайского барахла. Вот смотрите, везде вот эти шмотки, прям как в Африке. Реально ассортимент как в Африке. То есть вот прямо такое самое дешманское барахло. Обувь по 10 евро. И все роются в этих развалах по 1,5 евро. Народ себе что-то отхватывает. Может праздник барахла сегодня? 12 фар за 5 евро в носочках. Вот этот вот рынок с барахлом не то, что мы ожидали увидеть. Но вот пока центр фармы какой-то такой неопрятный. Потому что какой-то бардак с парковкой. Все стены вон исписаны какими-то надписями. А вот кстати прикольно, смотрите. Такой маленький гаражик на две машины поставили себе. Такую конструкцию, чтобы можно было два автомобиля парковать. Тут и кондиционеры, и чего только нет. Зато красивое мощение. Брусчаточка, плиточка, натуральный камень везде. Красота. Вот одна из центральных улиц. Вымощена такими огромными гранитными плитами. Очень красиво. Но тесно. На узких тротуарчиках вон народ не помещается. Ну и здесь надо кстати сказать, что ограничено движение. В центре пешеходы и автобусы. Автобусы дизельные, шумят, воняют. Но тут есть и троллейбус. Вот одна контактная сеть. Вообще кстати в Италии во многих городах есть троллейбус. Это очень круто. В то время как у нас троллейбусы выпиливают. А в Италии нормально вот троллейбусные сети во многих городах есть. Кстати всегда очень круто смотрятся все эти итальянские домики. С такими вот немножко разными фасадами. Все это оттенки таких пастельных тонов, залитые солнцем улицы. Столбики, тротуарчики, фонарики на стенах висят. Итальянская жизнь, красота. Старые исторические города. Ну здесь конечно Италии повезло. У них сохранилось много городов с исторической застройкой. Миновала война, поэтому есть на что посмотреть. Покупай сену. Это вальс Шопена. А это тот же. Нет, другой. Другой. Там один, это музыкальная школа. Вот он центр Пармы. Это довольно милый городок. Как впрочем и все итальянские городки. Куча какой-то средневековой архитектуры. Тут сплошная историческая застройка в центре. То есть так вот приехать, полдня погулять, вообще красота. В общем, друзья, в Италии нужно брать машину. Или не брать машину, а брать поезда. И ездить по городкам из одного города в другой. Налегке, с хорошим настроением. Вкусно питаться и гулять, гулять, гулять. Заодно можно любоваться потрясающими дверьми. Посмотрите, сколько эта дверь вообще пережила. Красота. Итак, друзья, мы дошли до главной площади. Это старинная площадь перед собором. Вот, собственно, главный фасад собора. Это романская базилика. Построена после землетрясения в 12 веке. И, как написано в соборе, сосредоточены художественные сокровища Пармской школы. Вот так вот выполнена Кареджо в 1526-1530 годах. Изображающего Вознесения Марии. Роспись купола принадлежит к высшим достижениям искусства Возрождения. В то же время предвещая эстетику барокко. А это Пармский баптистерий. Тоже одно из главных у нас здесь зданий. Смотришь и глаз радуется. Отдыхают, отдыхают глазки. Особенно после какого-нибудь евроремонта. Которые у нас любят делать на исторических зданиях. Центр Пармы, друзья. Куда не посмотри, везде красота. Конечно, это целостная историческая ткань, застройка. Это большая ценность для города. И когда видишь это все, понимаешь, как этого не хватает у нас. Чтобы ходить по этим кварталам с этими кривыми улочками. И вот это разнообразие зданий, где везде сохранились исторические элементы. Везде балкончики, везде ставни. Все так аккуратненько. Фонарики, брусчатка, какие-то цепи. Все такое вот античное. Это очень круто. Вот это та ценность, которая есть у города. И которой бесконечно не хватает нам. Как бы хотелось, чтобы в наших городах было нечто подобное. За это и боремся. То есть вот то, что я пишу про сохранение. Почему важно сохранять не отдельные здания, не отдельные памятники архитектуры. Почему важно сохранять среду, историческую среду. Вот поэтому. Потому что мы ходим по Италии, по этим городкам небольшим. И мы любуемся всеми этими деталями. А у нас такого нет. Но все есть. Все есть. Просто мы это не ценим, не сохраняем. А так-то все есть, конечно. Вот смотрите, да? Дверь. Дверь, никто не выломал ее. Дверь, потрясающая дверь. Потрясающий балкон. Тут домик, колонны, оградка. Повсюду красота. И везде в центре практически нигде нет асфальта. Асфальт появляется только уже, когда мы из исторического центра выходим. А в историческом центре везде такое вот мощение. Такой каменной брусчаткой гранитной. На тротуарах плиты побольше, чтобы было удобно ходить на каблучках и возить колясочки. Ну а в целом, вот вы видите сами. Это Парма. Кстати, Парма город такой довольно большой. В нем 200 тысяч человек живет. То есть это не то, чтобы деревня. И еще раз я напоминаю, что Парма подарила миру пармскую ветчину и сыр пармезан. Самый любимый сыр в России, который сейчас запрещен. Я, кстати, пармезан не люблю. Вот так вот выглядит Пармский вокзал. Что приятно, припарковано много велосипедов. Смотрите, какая красота. Ну здесь припаркованы скутеры, это ладно. Вокзал многоуровневый. То есть, как это часто бывает в Италии, у нас скоростные поезда внизу. Обычные электрички наверху. Такой вот вход. Видите, мы проходим по стеклянному мосту. Внизу у нас дорога. Здесь вход на нижний уровень. Видите, все раскопали, раскопали, раскопали. Там еще какая-то большая вон велопарковка есть. Ну и здесь непосредственно вход в вокзал. Здесь у нас такие урны. По три стоят для разного типа отходов. А здесь какая-то штука для курения. Специальная штука для курения. Написано, что вот на станции курить нельзя. А здесь курить можно. Ну и, собственно, на станции мы можем войти в любую дверь. Никаких рамок, никаких здесь досмотров, ничего. И вот мы совершенно спокойно в любую дверь входим на станцию. И проходим сразу на перрон. Все это делается быстро, просто. Красота! Вот она, Парма! Мы вернулись в форт Дэйм Арми и смотрим на роскошную жизнь. Красота! Рынок! Кстати, обратите внимание, да? У нас в форт Дэйм Арми не продают за 10 евро second hand. Что-то происходит. Они, по-моему, борются с вай-фаем. Вообще прекрасно, что у людей есть время на борьбу с вай-фаем. Здесь вот выставка бонсай. Очень красиво. Вот удобно. Народ катается на велосипедах. И, кстати, здесь нужно понимать, что те, кто здесь отдыхает, это не бедные люди. Потому что отдыхать в форт Дэйм Арми, снимать здесь дома, это довольно дорого. То есть за сезон только на аренду дома придется потратить в среднем 50-60 и более 1000 евро за аренду дома. Поэтому люди здесь не бедные. И вот все эти не бедные люди, которые в Москве из своих мерседесов не выбираются здесь, они совершенно спокойно катаются по велосипедам. Потому что создана комфортная среда. Видите, улицы безопасные, перекрыто движение. Везде спокойно все эти велосипеды стоят. Вот так вот, друзья. Видите, просто на итальянских курортах получается делать безопасные улицы, по которым приятно гулять. И совершенно спокойно он народ рассекает на велосипедах. А в России, к сожалению, редко такое встретишь. Это самый центр форта Дэйм Арми. Повсюду услышана русская речь. Казалось бы, уже курортный сезон должен заканчиваться. Детишек нужно отвозить в школу. Но народ еще догуливает. Ну и конечно же, чтобы курортники не остались без покупок. Здесь все необходимые магазины. Gucci, Dolce & Gabbana, все что хотите. Посмотрите, какая красота. Когда вместо парковок в городе стоят велосипеды. Когда цветут прекрасные деревья. И когда вот народ на этих самых велосипедах ездит по городу. Кстати, обратите внимание, что в Форте очень много трехколесных велосипедов. Связано как раз с тем, что те, кто приезжает сюда, они не умеют кататься на велосипеде. Но поскольку положение обязывает, приходится на велосипедах ездить, но на трехколесных, чтобы не упасть. У меня нельзя это подарок. Извини, я все время им помогала. А сейчас сама больная, осталась один из копейки без ничего. Мне надо сейчас квартиру отремонтировать. Не будем подслушивать разговоры. Но вы поняли, какие вопросы здесь решают люди на улицах. Кстати, в магазинах продают красивое леопардовое пальто. Везде роскошь. Здесь можно посмотреть, как выглядит пляж. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...